наше время семьи в основном 1 2 ребенка да у вас их много у вас их 6 насколько я понимаю да вы вообще сами помните их дни рождения как зовут каждую что это как это происходит как вы решились на это по пьяни все по пьяни это история под патриархата эта история мы планировали она естественная как египетская как как все на свете естественно мы полюбили друг друга мы значит люди были молодые веселые и выпить любили или туда стали рождаться дети нам голову не пришло что с этим можно что-то делать сейчас когда слышу там с сыном разговариваю я бы вас когда-то мне приплод дашь я же дедом хочу быть ну когда будут экономически я знаю вася это чушь вот поверь мне опытному человеку побывавшего в ситуации голодранца и богача и человек никому не нужному человека известные все ими туда меня помотала и суда меня помотала но я-то слава богу таким же остался никогда не будет у тебя экономических возможностей позволяющих большую семью потому что вот у меня есть приятель баснословно богатый человек сидит и размышляет вот мы с женой думаем через два года завести второго ребенка но вот сомнению нас потянем ли блин у него три металлургических завода три там еще не весь что накуплено у него я не знаю половина ивазовского купила у него на кухне висит короче и в бане еще рубенс я думаю все как он экономически ни при чем это вопрос вопрос задача ставь себе задачу выполняй эту задачу и не думай ни о чем делай что нужно и путь что будет дети это прекрасно же человек не умеет жить для себя он сжирает себя у нас слишком много талантов для одного живого существа господь нам дал и поэтому этими талантами обязаны делиться чтобы как-то как расходовать этот как аккумулятор заряжаешь на батарейке чем вы знаете когда новый телефон покупаешь рекомендует разрядить батарейку до конца вот прям чтобы и чем больше это будет процесс сделан тем емкость будет увеличиваться парадоксально но так у каждого народа есть своя национальная идея это нормально но каждый народ когда появляется национальная идея она говорит в первую очередь о том что уже сформирована основной такой идеологический политический базис общественные базис этого народа а он если он формируется у него есть и крайние формы они заключаются в болезни в болезненном проявлении мирового господства раз мы умеем шашлык жарить значит мы значит весь мир научим и весь мир будет отлично шашлык жарить надо завоевать для этого весь мир иначе он сам не станет с палок есть если мы значит мы хорошо мыло моемся или там французы там духами то мы едете завоюем и в итоге к нам бонапарт приходил нам приходят приходилось бонапарта назад гнать фюрер приходил фюрер тоже по сусалам и тоже и дошли до середины европы и вернулись назад по единственно который возвращается назад то ли из-за того что у нас много территорий со своим не справляемся вот я не могу представить чтобы немцы нас там от воевали у нас до там смоленска или там дальше до до москвы отвоевали территорию мы на урал все перешли а они ушли потом нет остались бы это мы бы ушли то есть нас во всех заложен вот этот как сделать фактор сдерживающий что есть русские лучше всех сформулировал сталин он говорит я русский грузин и это правильно потому что мы огромная кумена собрана из тысячи народов мать из в этом проявлен нашу наша непобедимость наш талант но столько крови и комфортно и в не ущерб ни в кого мы одинаково хорошо понимаем арабов и одинаково хорошо понимаем англсаксов вот они между собой не коннектируют то есть они по делам могут поговорить а за душу нет у них нет вот такого прям да это надо либо суперспец спецоперация нужно чтобы они так доверительно а мы этих понимаем на глубинном уровне эти потому что у нас это все есть эта цивилизация она нуждается во-первых своей идеологии чисто технически потому что если ты не будешь госкино вбивать так да ты снимаешь о войне но ты туда вставь пожалуйста там я не знаю маму папу дедушку пишет письмо ну как китайцы да если ты снимаешь об искусстве не только должны быть но должен быть еще и художник который не есть такие редко но есть что такое идеология идеология вот не могу сейчас встать простите и справить нужду вот здесь потому что вы меня снимает на камеру эта идеология потому что это быть неприлично некрасиво меня позорище вам не в кайф но и все и не не понятно что вы это свобода есть у всех вот ну подвиг павленского мне уже не перебороть уже все сделано но идеология это набор а обыденных правил тех вещей как правильно которое нужно детям так как доводить до сведения и вбивать в голову людям легче и пол хавает все но разве обязательно говном кормить его можно и пирожными хас хавает все можно прекрасный у нас прекрасный кинематограф прекрасные художники но у нас вообще в этом плане все вопреки вот все делают так чтобы этого не было а это вот есть еще и лучше наверное это про законы природы какие-то эволюционные на уровне творчества и я сам профессионал виковец и для меня когда меня спрашивают о фильме я прежде всего вспоминаю не сам фильм а цеха актерский цех операторский цех гримеры цех постановщики цех ну вот все вместе каскадеры цех а это ведь жизнь коллектива большое кино это синтетическое искусство ну это труд многих людей и поэтому больше вспоминаешь людей нежели вспоминаешь свою роль там ты знаешь что там пытался водка сделать как тебе сказала режиссер потому что профессионалом может считаться среди актеров только тот кино кто точно выполняет задачи режиссера никто себя реализует красавца если мерзость вот как в царе мне сдали задание что надо вот анти 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 юродивый который все временно накручивает дополнительно причем он был безумен сам по себе он обуян чтобы отвесе его так я себе зубы сточил я бы было всегда плохие были повыбиты везде потом уже в на интернах уже как как я говорю к клянусь зуб даю немецкий вот и делал все что говорил лутгин меня критиковали за это из-за этого там много было неприятностей какие мне пришлось я служил в церкви на тот момент я понял что если дальше начнутся вот эти неприятности у нас как у ментов увольняют задним числом и поэтому не очень не хотел что меня уволили задним числом я с патриарху написал письмо что набирается критика ответить на критику нельзя может сложиться общественное мнение а знаю как у нас подходит знать к судьбам что тебя спишут и на обочину лучше я вот за сахаре это на какое-то время когда уже в кино сниматься не буду у меня амбиции таких гордыни у меня другого толка я поступал на режиссерский то есть у меня синдром бога должен быть по идее такой минимизированный конечно если человек смешливый поэтому я не смогу стать вот и мне нравится пусть это пусто или полный зал сидеть где-то в угол в уголочке зала и смотреть как идет фильм а ты понимаешь три-четыре месяца назад и полгода назад ковыряю носу или попивая чай ты придумал этого героя сейчас он живет сам по себе она и и как филианты чё-то и расцветает трава и по ловьем поет сова и даже тоненькую то есть волшебство такое вот и поэтому актерская гордыня она я не удовлетворяет меня я все что надо делаю там с людьми фоткаешь там если нужно подписать чего каких-то благотворительных мероприятий поучаствовать но это мне кажется общественная обязательность когда ты идешь к людям сам они тебя дарят самое важное что у них есть время своей жизни которые могли потратить на приличные вещи они тратят на тебя будь то кино будет это выступление об этом надо помнить и как дуров говорит шут его величество народа ты должен рабски служить своей аудитории причем служить это не означает потворствовать это не означает что оправдывать тех же самых людей что в блуде или предательстве а наоборот прививать лучше что ну какие-то у нас мало мало сейчас возможности где-то делать потому что кино заправляют не профессионалы и сейчас то же самое советские времена как бы ма боги как откуда слышали мы слышали со сцены театра в первую очередь мы слышали из песен высоцкого хотя у высоцкого не очень сложное было взаимоотношение с церковью но с верой не было культуры просто как таковой ему ничто не помогало вера разве не семье найдет вас как родители нет у меня папа был коммунист и умер коммунист мама не так давно и очень спокойно к этому относятся я сам по себе я в девятом классе покрестился у папа коммуниста взял денег на крещение он с удовольствием не дал потому что он сам был идеалист но коммунист идеалист уже и как верующие люди одели ему понравилось что у меня хоть какое-то направление так что это очень индивидуально политическая жизнь нашей стране это поноптикум отдельно потому что россия не нуждается в партиях есть одна партия это собственно она же главенствующие по время кремль кремль да все больше партий нам не надо но нам у нас реально такая территория что мы не сможем выслушать мнение всех респондентов мы не сможем учесть вот так и сделать единый вот такой на все времена кадастр по которому обсчитаем все что нужно этим и этим и этим и партия это просто возможность официального лобби лобби лоббируйте или иные законопоправки которые принесут в будущем деньги но часть они приносят собственного и представителям партии но это все детский сад это все оперета это все цирк это все мало чем отличается от телевидения но я же трезво осознаю что если бы ну если бы случилось так что я стал президентом я больше никем не стал бы у меня не было ни семьи я не мог бы себе позволить ни личной жизни не книжек почитать каких вот хочется не кино походить не на велике поездить не собой позаниматься хотеть не очень понимаю что значит видимо это знать спортзал или там я не знаю посещение театра вот я должен был бы только это очень большая жертва и я трезво это осознаю но сам процесс вот с этими выбором смешной был мы презентовали фильм в тарь тасс фильм славя разбойник и один из полу журналистов а всех я уже знаю такое я сам когда столица работал то есть вы мои коллеги и я отношусь людям надо зарабатывать деньги люди должны что-то ответ на вопрос молчание даже самое умное с умным видом нам не поможет и иду на иду на ответ и то есть как стараюсь быть максимально полезным коллегам и уже в под конец пресс-конференция 12 год это была комедия с представлением то путина на медведя то медведева на пути не помню в какую последовательность неважно и они скажут а вы не будете палатироваться игра подумал и уехали мы на кипр у нас позвали на кипр в гости мой друг артемий с детьми а у меня же всегда переезд как цыганские табора все 10 чемоданов берешь 8 доехала уже успех 6 детей уехала 5 доехала уже успех вот все по-другому чуть-чуть а как армейское подразделение обо всем забываешь а уже назад возвращаясь уже меня встречают я не помню live news и т.в. еще какая-то прям в аэропорту знать а за время пока меня не было пока я там весело бегал по монастырям да по пляжам да плавали мы с аквалангами да еще что-то там делали выяснилось что социологический опрос показал сначала это все журналисты раздули потому что надо было из чего-то это что-то да раздуть за эту задачу журналист это уже не осуждаю такая ну специфика профессия а народу понравилось даже народ в принципе по одиннадцатому году помнил что олигархов на вея на эту на плаху и ну и все остальное всем а это как черносотина вам не кажется чтобы у вас получилось бы потому что вот история зеленским на украине показывает что в принципе эта история такая проходная вот знаете сам меня так активно уговаривали от не делать что я кажется что да могло получиться потому что но идет там я не знаю как хочу быть президентом все собрал он голоса хотят нереально сделать на самом деле это быть на либо маньяком либо обладать машиной времени либо диким деньгами для того чтобы собрать но полмиллиона подписи там или сколько там огромное количество и в основном это уже заведомо известные фигуры но пока меня не было это раздули все поменяли историю за меня меня женили что я уже и еду и уже и левада центр там еще какой-то цели там три или четыре были вот посчитали что меня пока тридцать пять процентов то есть премьерский пост очень такой то есть нормально но что президент что премьера ты если становиться жизни своей не будет от все время нужно в костюм уходить я не люблю костюмы я приехал дал серьезно интервью а я приколист но мне нравится жизнь как каковая она забавная штука без улыбки нельзя жить и меня спрашивают серьезно что вы будете я говорю ну конечно конечно будут эти эскадроны смерти которые будут плавить и педофилов мы быстро избавимся потом будем бездомных собак спасать еще что так намутил короче журналистам и хохочу выхожу к оксанке тут же я вижу в кафе сидим тогда лицо русской православной церкви упитанное лицо отец всеволод чаплин а хлобыстин нельзя говорит ходить политику потому что и вот это все уговаривают не надо осень приложили в администрацию приглашали говорили не надо и ничем не мотивируя и а я пытался все как как высоким чином я думаю блин ну если так уговаривают я еще и не сделал то ничего да и не хотел из-за меня меня женили то раз так уговаривают чуть не предлагают ничего не предложили ничего друг его иван вот не надо на тебе вот картофельный мешок денег я бы взял бы у меня семья большая меня друзей полно я не самый моральный человек на свете в этом плане то что они своровали они отдали то есть по сути они вернули народу все она бы это было раздано или там еще какой-нибудь не знаю но никак это не вылилось кроме злобных запретов и он большое спасибо за это интервью за то что приехали в наш город приезжайте к нам еще пожалуйста они вас господи всем горожанам поклон мой до земли гор прекрасно люди прекрасны всякий раз когда сталкиваюсь либо с горожанами либо самим городом я пребываю я подтверждаю свое представление о той стране где живу я люблю эту страну а